всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу поделиться с вами своим новым процессом и показать вам что я сейчас вяжу как вы знаете я начала зеленый пуловер из зеленой ярко-зеленой такой насыщенной пряжи но о нем я расскажу немножко позже для начала давайте покажу мою новую работу что я сейчас вяжу ну по названию видео вы уже конечно же поняли что это заказ от моей дочки поступил мне мама хочу свитер хочу чтоб он был мягкий хочу чтоб он был теплый хочу чтобы он был такой современный и не короткий подлиннее ну я говорю покажи приблизительно что ты хочешь она показала мне фотографии я поняла что это английская резинка не долго думая я начала вязать вспомнила что маргарита тоже вязала своей дочери пуловер своеобразным вырезом горловины тоже английской резинкой я посоветовалась с маргариткой она говорит ну набирай 80 петель резинка сильно растягивается я набрала 80 петель вот у меня 80 петель на резинке я резинку провязала спицами номер 4 потом я стала вязать уже само изделие провязала я где-то ну не знаю сантиметров может быть 10 вот так вот и я поняла действительно резинка очень сильно растягивается я снова распустила и распустила до резинки и сделала с краю вот резинки с одной стороны и с другой стороны убавление по 5 петель то есть у меня теперь получается 80 петель на резинке 1 на 1 спицы номер 4 спицы номер четыре с половиной 70 петель вяжу теперь дальше английскую резинку вот за вечер я вчера начала и вот столько я связала это приблизительно высоту ну где-то около 40 сантиметров я провязала вязать мне очень нравится вяжу я вот саму резинку как я уже сказала на спицах номер четыре с половиной и сейчас я вам покажу из какой пряжи я вижу в одном из своих видео я показывала уже пряжу вот такую вот пушистую бобинную и говорила что хочу ее смешать эту пряжу с пряжей alize lana gold fine что я и сделала но моя дочка сказала что она хотела бы немножечко все-таки поплотнее свитерок так как сама по себе это ниточка тоненькая ну а это уж совсем тоненькая поэтому я нашла у себя по цвету подходящую вот такую пряжу это alize viscosa puffify это тоже очень тоненькая вот такая вот ниточка посмотрите если вязать спицами в одну нить то это для спиц номер два с половиной толщина нити поэтому я связала вот эти вот три нити но это полушерсть это вискоза как я уже сказала так кому интересен цвет вот этот цвет лана gold fine alize 684 а пуфи fine ниточка color 50 и здесь 50 процентов вискоза и 50 процентов акрил вот я смешала эти нити вижу мне очень нравится а по бобинной ниточки что я могу сказать здесь смешанный состав здесь 30 процентов поле акрил 29 полиамид 16 хлопок 13 мериносовая шерсть и 10 процентов вискоза и два процента эластан я вот сейчас здесь прочла все это ниточка очень-очень тоненькая ее в одну нить вязать ну я не знаю если может быть только какие-то очень-очень легкие шали эта ниточка похоже на махеровую нить либо соединять в две нити либо мешать с другой какой-то ниточкой что вот я сейчас и сделала и вот я вот смотала на специально моталки у меня есть вот такой клубок вот он такой плотненький у меня получился я вижу а вот здесь я вижу сейчас вот пока еще я даже не израсходовала по одному мотку то есть пол мотка этого и пол мотка этого вот я связала 40 сантиметров то есть если я закончу где-то оба эти мотка то наверное высоту будет где-то сантиметров семьдесят я естественно еще не делала в эту вот хочу сделать замеры сделать в эту и потом вам покажу вообще мне просто самой интересно вытягивается это пряжа или нет то есть вот fine например она остается после стирки такая какая она и была я вот из alize fine вязала и после стирки хорошо держит форму просто разравниваются петельки ну как бы ничего там сильно особо не вытягивается ну а вискоза сама по себе конечно же имеет такую особенность немножко тянуться я вязала уже из этой пряжи я вязала шаль крючком по мастер-классу ангелины азимок также я вязала такой знаете джемпер даже я бы сказал это не джемпер это кофточка с коротким рукавом я правда вязала в две нити не могу сказать что сильно как-то растянулась но сама по себе вискоза она эластичная очень она сама просто в изделии вот тянется именно не то что там после стирки сильно растягивается а именно в изделии она такая эластичная тянется но это вот мой новый процесс получается так как сказать плотненько так но чувствуется до английская резинка она такая она такая вот пышная да ну и посмотрим и как она будет ли она сильно растягиваться нет но я надеюсь что сильно прям уж не растянется ну посмотрим как будет форму держать вот эти вот нити этой вязки ну вот такой вот мой новый процесс и теперь давайте я вам сразу уже и покажу свой зеленый процесс как я по нему продвинулась дальше у меня здесь что кто уже видел мое видео где было показано начало процесса я показывала что я связала высоту это было 20 сантиметров то есть вот до этого места у меня где у меня здесь вот расширение потом вот этих двух дорожек было у меня вот как раз на этом моменте я снимала видео теперь вот за за где-то но за вечерок вот так вот у меня продвинулась еще но на сантиметров может быть 12 да ну есть разница конечно или вязать плотной пряжей спицами четыре с половиной или вязать из тоненькой пряжи спицами номер три конечно продвигается работа не так быстро но продвигается скажем так я стараюсь естественно чтобы у меня все получалось ровно вот именно изнаночная гладь мне бы хотелось чтобы было как можно меньше изъянов но немножко есть немножко есть вот уже немножечко заметно что вот тут вот как-то чуть-чуть ниточка не так легла да вот здесь у меня вот в этом месте вот видите полосочка такая видно что ниточка как-то вот немножко не так легла но я в любом случае знаете надеюсь что все таки после стирки это все как-то выровняется и не так будет заметным но узор вот вы видите сейчас я когда немножечко растягиваю вот свое вязание то вы видите да как на белом хорошо видны вот эти вот накиды да вот так вот получается посмотрите вот так получается изделие сейчас конечно неудобно показывать на камеру но приблизительно вы видите да то есть получается такие типа ажурные дорожки и вот сбоку за счет накидов вот где я делала вот именно накиды с двух сторон получаются такие вот ажурные такие дырочки ну а само изделие но не знаю сколько я буду вязать я вообще на таких тонких спицах уже очень очень давно не вязала ну пока вот только половинку смотр ну вот это вот можно сказать вот я связала сейчас сколько высотой то сантиметров 50 ну это где-то приблизительно у меня половина спинки то есть сейчас видите узор как идет эти линии здесь соединились теперь они разошлись теперь я вижу вверх потом они будут опять соединяться и в том месте где они будут расходиться я как раз буду делать вырез горловины то есть до выреза горловины приблизительно еще но может быть сантиметров 10 вот 12 может быть да потому что она провязывается вверх потом начинает соединяться и потом вот где будет расходиться приблизительно будет здесь ну тогда я уже начну оформление горловины и вообще вот было бы конечно очень хорошо да вот оставить просто эти дорожки по горловине все но так как эти дорожки лицевые они естественно будут закручиваться то мне надо будет что-то с горловиной думать либо обвязку делать резинкой либо как-то может быть я не знаю крючком не знаю будет ли смотреться крючком на такой тонкой пряжи я честно говоря не знаю надо будет пробовать надо будет уже смотреть тогда когда будет хотя бы спинка готова чтобы посмотреть как будет себя после в т.о. вести здесь нить ну конечно по-любому будет с это сворачиваться потому что здесь лицевая лицевые петельки вот четыре естественно они будут скручиваться что-то надо будет думать вот ну сейчас я хочу замерить вот мое изделие хочу замерить сейчас высоту ширину также хочу замерить вот это сделаю сейчас отпарю немного утюгом и расскажу вам что после произошло после влажно-тепловой обработки как изменились изделия мои сейчас я сделала в т.о. значит что у меня получается я утюгом парила и на программе шерсти здесь да так как здесь присутствует в составе шерсть парила я не пять сантиметров или там два от полотна а прям по полотну но легко и быстро не прижимая полотно то есть я утюг ставила и проводила быстро рукой и паровыми ударами вот так но как я уже сказал не прижимала и как вы видите уже резиночка она уже немножечко разровнялась да то есть она не растянулась но она немножко выровнялась она уже не такая скукоженная и у меня получилось что я замерила естественно я сделала замеры вот мне нравится полотно теперь более ровно так лежит да она уже не собирается так она прям такое ровненькое и И у меня получилось, я записала здесь для себя, у меня получилось вот свитер серой дочки, у меня получается вот до того, как я пропарила утюгом, у меня была ширина изделия 50 сантиметров здесь и длина изделия 30 сантиметров, я пыталась не растягивать, просто вот так положила полотно и сделала замеры. И после того, как я сделала утюгом пропаривание, влажно-тепловую обработку, у меня получилось, что ширина изделия уже стала 52 сантиметра, но это и логично, вязалась резинка, она была вот так, сейчас после отпаривания она чуть-чуть разровнялась и пару сантиметров у меня прибавилось, а длина у меня прибавилась на 3 сантиметра. Я думаю, что после стирки еще на пару сантиметров у меня длина прибавится, но это не критично, это не 10, не 15 сантиметров, когда вытягивается изделие, то есть я надеюсь, что более или менее изделие останется в такой первоначальной форме, которая оно есть. Теперь же по зеленому свитеру я вам хочу сказать, я, кстати, забыла сказать, кто не видел мое предыдущее видео, на которое я, естественно, оставлю ссылку, я хочу сказать, что я вяжу из пряжи, это у меня уже второй моток, первый моток я уже закончила, это у меня второй моток и состав этой пряжи, вот, посмотрите, пожалуйста. Хлопок 55%, 45% акрил и 5% шерсти. Здесь я тоже самое утюгом на двоечке, где две точечки на программе шерсть, сделала отпаривание и, как вы видите, естественно, полотно теперь вот разровнялось, вот так оно хорошо выглядит и я сделала замеры, что меня очень порадовало, но, в принципе, не удивило, так как я уже из такой пряжи вязала, не именно из такой, а из схожей пряжи по составу, где в составе полиакрил и хлопок, я знаю, что хлопок он всегда хорошо держит форму и меня не удивили, можно так сказать, все эти до и после замеры, а даже порадовали. То есть зеленый свитер, длина у меня была 28 см, ширина 43 см до ВТО. Естественно, было мне немножко сложновато мерить, потому что все это было сжато, но я, тем не менее, вот так слегка растянула, просто, чтобы разровнялся рисунок. Я не вытягивала, конечно, слишком сильно и замерила сантиметром, держала с одной стороны и замерила до другой стороны. И после того, как я прогладила, пропарила утюжком, точно так же сверху по полотну с изнанки, но не придавливая, а просто паровыми ударами, быстро-быстро-быстро не придавливая поверху полотна, у меня осталось то же самое. Видите, после ВТО длина осталась 28 см и ширина 43 см. Просто смотрится теперь иначе, смотрится теперь более ровно, да, можно уже хорошо увидеть вот сам узор этого изделия, да, как распределяются здесь вот эти дорожки. Вот можно видеть. То есть здесь практически ничего совершенно не поменялось. Я надеюсь, что так будет и с листирки. Меня это вполне устраивает, мне и нужны как раз такие размеры. Я очень довольна. А по свитеру, который я вяжу для дочери, я, как уже сказала, она просила связать ей длинный, поэтому если в длину еще после стирки пару сантиметров прибавится, то это будет тоже, можно сказать, что желаемый результат. И вполне я буду этим довольна. Главное, чтобы не вытянулось очень сильно. Но я говорю, вот я советовала с девочками, все сказали, что потом растягивается сильно в ширину. Сама по себе резинка, она имеет такую особенность растягиваться в ширину. Ну, в ширину там посмотрим. А вот если после стирки в длину еще пару сантиметров, то будет хорошо. Мне очень нравится, как полотно сейчас лежит ровно, так красиво. Оно в то же время, вы знаете, и пышное, но я бы не сказала, что оно такое тяжелое или такое сбитое. Все равно оно хоть и пышное, но довольно-таки мягкое такое, приятное получается вязание. Я довольна тем, что я смешала вот так пряжу. Вы очень часто меня спрашиваете, как я вот так пряжу мешаю. Так как-то вот так мешаю, не знаю. Смотрю и мешаю все составы, какие есть, и не боюсь смешивать. А почему надо бояться, девочки? В производственной пряже, ведь точно так же производители мешают различные волокна, синтетические с натуральными. Ведь мы знаем тоже очень много таких различных составов, где смешано и шерсть, и полушерсть, и хлопок, и эластан, и вискоза, и шелк. Но если это в производстве делают, конечно, это все тогда в одной нити. Но у меня нет такой возможности. Зато у меня есть возможность разные нити, которые схожи по цвету, точно так же смешать и получить как раз ту плотность для вязания, которая мне нужна. Именно вот получить плотность нити для вязания, которая мне нужна, которую мне бы хотелось. Поэтому я с удовольствием, не боясь, смешиваю пряжу, пробую. Но на данный момент я могу сказать, что всю пряжу, которую я смешивала, и обычную пряжу, и бобинную пряжу, и синтетические волокна, и натуральные волокна, пока я всеми своими изделиями была довольна. И все, кому я вязала, допустим, эти изделия, или кому дарила, тоже остались довольны. Поэтому меня это радует. Смешиваю пряжу и дальше, и вяжу дальше. Буду, конечно, вас знакомиться с моими дальнейшими процессами. У меня в работе два изделия на данный момент для себя и для дочки. Конечно, кто-то, может быть, из вас скажет, Алена, надо было сначала одно довязать, потом другое. Может быть, и надо было, но я, в принципе, ничего не имею против нескольких процессов. У меня очень часто в работе три процесса, но не больше я стараюсь. Но если дочка попросила, вы сами понимаете, что это святое дело, и можно и свою работу отложить, а для дочери связать. Поэтому я так и сделала. Я отложила на время свою работу, и сейчас я вяжу дочери. На этом свое видео я хочу закончить. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, вдохновения, легких петелек, и до новых встреч!